5 ноября этого года капитализм в Америке может оказаться под угрозой. В этом видео я расскажу почему. Начну немного издалека, но если вы досмотрите это видео до конца, вы все поймете. Как обычно, перед поездкой передаем за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайккоин. Передали? Большое спасибо за поддержку. Уоррен Баффет и его компания Berkshire Hathaway накопили примерно 300 миллиардов долларов наличными. Чего же они ждут? Он продолжает сбрасывать акции, включая акции Банка Америки и Apple. Уоррен Баффет продолжает распродажу Банка Америки. Недавняя продажа составила 982 миллиона долларов. Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продала почти половину своей доли в Apple. И это происходит на фоне того, что Berkshire уже продает акции Банка Америки на протяжении 12 дней. Баффет продает. Как и многие другие очень умные и проницательные бизнесмены, миллиардеры и руководители крупнейших банков и финансовых институтов. Все они продают акции. Целый ряд высокопоставленных руководителей, основателей и наследников продают огромное количество акций своих компаний в последнее время. Это Стив Коуэн, это Дреус Халверсон, Ли Анзли, Кен Гриффин, Джонатан Сорос, Дэвид Теппер, Джейми Даймон, генеральный директор крупнейшего в мире банка. Все эти крупные игроки продают. Генеральный директор Джей Пи Морган, Джейми Даймон, планирует свою первую продажу акций с момента вступления в должность генерального директора почти два десятилетия назад. Да, это будет его первая продажа акций. Кто-то может предположить, что, возможно, миллиардеры продают, потому что уверены, что рынок достиг своего пика. Но другие, возможно, смотрят на вещи немного пристальней, задаваясь вопросом, какова реальная картина на самом деле? Неужели это просто рекордные максимумы рынка, то, что их пугает? Или же мы входим в исторические структурные изменения, которые происходят в Америке прямо сейчас? И когда вы смотрите на новые предложения по налогам на нереализованную прибыль с фондового рынка, налоги на нереализованную прибыль с недвижимости и так далее, вы начинаете понимать. В скором времени мы можем увидеть совершенно другую Америку. Америку, которая не поддерживает капитализм, ведь его больше не будет. А это значит, что все эти акции, которые миллиардеры держат, начнут облагаться налогом в 25% в год. Так зачем им держать их? Зачем им держать эти невыгодные акции? Они не будут держать их, они скорее их продадут. И мы видим, что это происходит прямо сейчас. Но вы должны смотреть также и на то, что происходит внутри рынка недвижимости, чтобы понять, куда все это движется, чтобы получить четкое представление о том, как может выглядеть Америка в 2025 году, ведь это важно не только для самих США, но и для всего мира. До конца этого года осталось 3-4 месяца, но уже с ноября 2024 может сформироваться совершенно новый мир. Вы должны быть готовы к этому миру. И на этом канале я говорю обо всех этих изменениях, что происходят ежедневно. Это те изменения, о которых люди даже не подозревают, думая, что такие перемены в их жизни невозможны. Что для этих радикальных перемен требуются еще сотни лет. Нет, это происходит сейчас. Взгляните на это. Джейми Даймон продал акции крупнейшего банка в США на сумму 183 миллиона долларов. Джефф Безос, Леон Блэк, Джейми Даймон, семья Уолтон вместе слили акции на 11 миллиардов долларов. Некоторые из них впервые в истории. Цукерберг начал продавать с 2021 года чуть ли не ежедневно. Посмотрите на их торговые ордера. Покупок вообще нет. Одни продажи. Sell, sell, sell. Они ничего не покупают. И вот что я нахожу интересным. Посмотрите и послушайте внимательно. И конечно, все доходы, которые поступают от этих налогов на нереализованную прибыль и других налогов в плане Камалы Харрис пойдут на то, чтобы создать то, что она называет большими возможностями. Харрис называет это экономикой больших возможностей. Экономика больших возможностей это план повышения налоговых сборов на 5 триллионов долларов. Мы создадим то, что я называю экономикой возможностей. Экономикой возможностей, где у каждого будет шанс конкурировать и преуспевать. Мы создадим то, что я называю экономикой возможностей, где у каждого будет шанс конкурировать и шанс конкурировать. Во имя сохранности и во имя блага общества. Вот так свобода и умирает под гром аплодисментов. На самом деле создание такой экономики это борьба с нереализованной прибылью, с ростом капитала и доходами. По сути такая экономика лишит людей стимула вносить вклад в экономику. Она также накажет тех, кто занимается бизнесом, тех, кто создает ценность для этой экономики. Фактически она настроена против капитализма. И экономический советник Камалы Харрис подтверждает планируемые атаки на нереализованные доходы. Выступая в программе с Квобокс телеканала CNBC, советник по экономике Камалы Харрис подтвердил, что администрация Харрис в случае победы планирует обложить налогами нереализованную прибыль. Ведущие CNBC оспорили этот налоговый план, говоря, что это невозможно. Но вот почему это может стать реальностью. Взгляните на это. 26 июня 2023 года. Камала Харрис, наименее популярный вице-президент в истории. 49 зарегистрированных избирателей негативно относились к ней. Сегодня это совсем не так. 48% избирателей любят ее. Так что она перешла от того, что ее не любили 49%, к тому, что 48% ее уже любят. Так что шансы достаточно высокие. Шансы на эту атаку против доходов. Да, речь идет о людях с капиталом более 100 миллионов долларов. Кто-то скажет, а при чем тут обычные американцы, у которых есть дом и, например, 100 тысяч долларов дохода в год? Подумайте вот о чем. Люди с высоким уровнем благосостояния и строят эту экономику. Они нанимают миллионы и миллионы этих простых граждан. И если их будут наказывать за это, что они будут делать? Они проведут массовые увольнения. Они будут увольнять людей, потом будут выбирать аутсорсинг вместо новых талантов. Будут закрывать филиалы в Америке и переносить их в другие юрисдикции. Они будут делать все для того, чтобы компенсировать эти потери. Потому что налог в 25% в год – это просто астрономическая цифра. Это очень много. Вот это то, что будет убивать самых богатых американцев, тех, которые строят эту экономику. Несколько дней назад стало известно, что средняя цена дома в Америке составила 426 тысяч долларов. Цены на жилье достигли рекордных высот. Соотношение дохода и стоимости жилья достигло исторического пика. Это значит, что даже по сравнению с 2021 годом жилье выросло очень значительно. Это и называется нереализованная прибыль, на которой сидят владельцы жилья. Если обложить эту нереализованную прибыль, как этого хочет Харрис, 25% налога на нереализованные прибыли, как владельцы объектов смогут заплатить? В итоге владение домом обойдется им дороже, чем аренда. И как результат мы можем увидеть массовые продажи жилья, что вызовет эффект волны и в других аспектах экономики. И это заденет и глобальную экономику в том числе. На самом деле это похоже на рейдерский захват домов. И как после этого звучит новость, что BlackRock скупает односемейные дома, чтобы превратить их в Single Family Rentals. То есть сдавать их в аренду, сделать владение домами невыгодным и потом обвалить цены на жилье, чтобы скупить все по дешевке. Звучит как план для BlackRock. Ну а пока что продажи жилья сейчас находятся на самом низком уровне с 2001 года. Но цены на жилье находятся на рекордных уровнях. Так что в этих действиях есть логика. Если это делает BlackRock, конечно же. Итак, у нас есть налоговый план на 5 триллионов долларов. И если посмотреть на то, что делают умные деньги прямо сейчас, становится понятным, что они готовятся к последствиям этого плана. Ведь они могли бы просто пойти в какой-нибудь крупный банк и сказать, «Слушайте, у меня есть акции на миллиард долларов, я не хочу их продавать. Я действительно верю в свою компанию. Одолжите мне 500 миллионов долларов, и я внесу 700 миллионов долларов в качестве залога в акциях». Так они обычно делают. Они берут в долг, а потом инвестируют. Они занимают и инвестируют. Роберт Киясаки говорил об этом прямым текстом. Занимать и инвестировать – это необлагаемое налогами действие. Все очень выгодно. Так зачем им продавать акции прямо сейчас и платить за это налоги на прирост капитала, если они могут просто взять кредит под эти акции? Ну, причина в том, что они ожидают чего-то очень большого. Крупного налогового проекта, например, завершения капитализма в США уже в ближайшие несколько месяцев. А некоторые из них говорят даже о гражданской войне. Так, например, Рэй Далио, миллиардер-инвестор и основатель крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates, заявил, что вероятность гражданской войны составляет 35-40%. Вот почему они готовы прямо сейчас платить налоги на прирост капитала после продажи акций? Потому что они знают. Кинотеатр, в котором сидит 200 человек, в скором времени охватит пожар. И попытка спастись из него, имея только два выхода, будет очень сложной и рискованной. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok